Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренней в серебряной росе, Слышу голос и воняющие... Теперь небольшая преамбула перед тем, как вы услышите моего оппонента, он сам себя так называет. В каких-то местах я буду останавливать, комментировать, комментировать с добром, мы с ним друзья, абсолютно друзья. Это редкий случай, так же как Николай Иванович Курдёмов, который он вспоминает тут же в этих же записях. Редко бывают такие доброжелательные оппоненты, которых больше ещё уважаешь, даже когда они с тобой не соглашаются и говорят, что ты не прав. И вот я сейчас... Вот этот фильм появился благодаря ему, благодаря тому, что я добрал всё-таки до архива. Очень старая запись, многолетней давности, даже боюсь сказать, как давно она была снята. Вот таких... Кассет несколько, в разные годы. Вот одна мне особенно понравилась, вот эта, потому что есть о чём поговорить. И есть лишний раз подчеркнуть, что мы можем многое. И вы вот сейчас, друзья мои, видя вот эту, как её назвать-то, фотографию вот мной придуманной вот этой вот эволюции, не придуманной, эволюции придумал не я, а Дарвин, кстати, умнейший мужик. Жаль, что вреда от его науки, от его эволюционного теории больше, чем пользы. Вот. И крови больше, безбожья больше. Ну, я когда-то заведу отдельный разговор. Никогда ни один дарвинист, повешенный орденами, почётными званиями, дипломами, вот, академическими этими самыми достижениями, чем угодно, никогда мне не докажет, как эволюционным путём из гусеницы получается бабочка. Никогда. Никогда. Абсолютно искусственное, генетический механизм. Но это будет из себя, поэтому будем говорить. А здесь всё просто. Значит, завёл тему не я, а мой друг Юрий. Вот пусть он остаётся пока инкогнито, до того, как появится его реакция на этот фильм. Вот. Почему так? Потому что, когда он будет, вы поймёте, когда он будет говорить, Иванов, это значит, Зелезов, Петров, это кто-то из моих друзей Латенков или Бродский, Сидоров, это опять кто-то, Латенков, Бродский, а может, Курдюмов. И оппонентка, человек с научными званиями, вреда от которой столько принесло, учитывая её популярность среди миллионов дачников. Маячит на экране. Вот это примерно выглядит так. Он не называл фамилии. Я его фамилию тоже не называю. Но начало это почему отсюда? Сейчас поймёте. Вот это вот, начало эволюции. Это было снято мною на расстоянии нескольких метров. Деревья стояли друг от друга. Я когда подошёл, а я заготавливал эти же семена, вот смотрите, к крайне право, это дичавшая Ранецка. Так. Вот. Великолепный подвой. Но ещё не сибирка. Вот. Средний из пяти этих самых плодов, среди вот этих вот букетиков, самый средний, третий справа или третий слева, это оккультуренная сибирка. Тоже великолепный подвой. Самый левый, это чистая сибирка. Времельче не бывает в природе. Ну, остальное разновидности. И даже, вы знаете, что такое влияние культурного сада, который находится, я имею ввиду свой сад и моих соседей, от этого леса, где на расстоянии там десятка квадратных метров, всё это собирал. Несколько деревьев рядом росли. Это влияние пепина. Вот. Это влияние пепина. Видите, как... А его что вы думаете? Кто-то садил в тайге этот самый вот, четвёртый слева или второй справа? Нет. Но это всё в этих пределах вас не может интересовать. Что вас будет интересовать, вы узнаете буквально через минуту. Вот. Интересно продолжение этой темы вот в таком виде. Смотрите, сейчас я мышку как-то возьму. Так. Вот. У меня есть друг, ученик и продолжатель. Алексей Виноградов. Смотрите сюда. Эту фотографию, видео, по моим мотивам прислал он. Вот. Чудо, да? Уже ближе к истине. Уже ближе к культурным. Что меня поразило? Как он умудрился это всё находить? И здесь какое-то прослеживается родство. У меня-то там выше тоже прослеживается родство. Не зря я стрелочки рисовал. Вот. Взаимодействие такое, что... А здесь-то ещё лучше это происходит. Плоть до культурных сладких яблок. Посмотрите, как они похожи. Даже самые мелкие. Каким чудом им удалось собрать такую коллекцию? Да ему... Да, это любой институт за эту фотографию должен сразу премию выписать. Вот. Или хотя бы благодарственное письмо. Вот. Понимаете, что мы дарвинисты и не дарвинисты в данном случае... То есть я ещё раз говорю, Дарвин в половине случаев прав, в половине случаев не прав. И это называют шуткой Бога, когда он позволяет быть электрону и волной, и частицей, что не может быть в принципе. Это называют шуткой Бога. И много чего ещё. Вот. И много того, чего никакой Дарвин не объяснит, и мы тоже. Но здесь-то как раз всё по дарвину. Посмотрите, красота-то какая. Уже ближе к истине. А дальше... Сейчас я с вами провожу вот такую беседу. Смотрите сюда. Внимание. Я железом собрал фотографии за все годы самых крупноплодных моих плодов. Ну, постарался, выбирал для этого. Выдающихся во многом. Вот. Потому что я без всякого стеснения называю свой сад лучшим в России. По качеству плодов. По качеству. Вот. Говорю, что на Украине уже таких коллекций тоже не найти. Потому что там есть свои проблемы. Не зря мне эти просят семена. Поверите, нет? Ладно, наши в Сочи, Анапа, так ещё и это самое. Ещё и Одесса придачу. И... Ой, я уже даже боюсь говорить. Всё равно не поверите. Так вот. Сейчас я вам показываю коллекцию. Я выбирал. Это только где-то может 5% того, что есть. А дальше я попрошу, чтобы это вот с этой секунды. И до низу, чтобы это шло под музыку. Есть красивейшая песня. Особо мне нравится исполнение детского хора. И так смотрим. Надеюсь, с музыкой. Пока просто прослотят. Для чего? Потому что между двумя фотографиями это есть связь. И этими. Выдающимися плодами есть связь. С лучшим городом, с лучшим городом. И спой-ка с нами перепёлка, перепёлочка. Раз иголка, два иголка, будет ёлочка. Раз дощечка, два дощечка, Будет лесенка. Раз словечка, два словечка. Будет песенка, если весело шагать По просторам, по просторам, по просторам И, конечно, припевать лучше гора, лучше гора, лучше гора В небесах, да, полоска, полоска Раз березка, два березка, будет рощица Раз дощечка, два дощечка, будет лепиться Раз словечка, два словечка, будет песенка Если весело шагать по просторам, по просторам, по просторам И, конечно, припевать лучше гора, лучше гора, лучше гора Нам счастливо, югновей, добрызгали Раз дощечка, два дощечка, будет радуга Раз дощечка, два дощечка, будет лепиться Раз словечка, два словечка, будет песенка Звести весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, по просторам И, конечно, припевать лучше гора, лучше гора, лучше гора Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам И, конечно, припевать лучше гора, лучше гора, лучше гора Звести весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, по просторам, по просторам И, конечно, припевать лучше гора Лучше гора, лучше гора Нам счастливо, югновей, добрызгали Раз дощечка, два дощечка, будет радуга Раз дощечка, два дощечка, будет лепиться Раз словечка, два словечка, будет песенка Звести весело шагать по просторам, по просторам, по просторам Звести весело шагать по просторам, по просторам, по просторам И, конечно, припевать лучше гора, лучше гора, лучше гора Спойка с нами, перепелка, перепелочка Раз иголка, два иголка, будет елочка Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка Раз словечка, два словечка, будет песенка Звести весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, по просторам И, конечно, припевать лучше гора, лучше гора, лучше гора Для чего я все это вам показал? Конечно, я второй раз рассказываю тот анекдот, который я слышал в клубе веселых и находчивых, когда задали вопрос клубу веселых находчивых Одессы. Помните, в белых шарфиках, что будут делать художники, если его картину не возьмут на выставку? Ответ был грустный, сам повесится в Третьяковской галереи вместо портрета. Вот так. Но это же еще и учебный фильм, и мы с вами немножко продолжим. Впереди монолог по этому самому, по видеозаписи, вот. А потом, или нет, сразу. А вдруг кто-то, кому-то неинтересно будет. Я все-таки еще несколько слов скажу в плане учебы. Учеба грустная. У кого хорошая зрительная память, он уже видел эту фотографию, одна из первых, да? Это абрикос королевский. Он заслуживает такого громкого названия. Здесь вы видите плоды примерно 70 грамм. По справочникам у старого, у советских времен, он должен весить 50-60. Мои отдельные были крупнее. А, и там еще видели, на ладони. Возвращаться не буду долго. Время жалко. Там 80-граммовый. А я к чему? Потому что мой оппонент будет доказывать, что я не прав в таких делах, когда мы укрупляем. Вот он меня поймал на слове. Я надеюсь, что это будет интересно всем. Потому что, когда вы прослушаете его запись, а потом мой голос, вы сможете сравнить, понять и тоже увеличивать крупность плодов. Вот. Поэтому я вас интригую. Надеюсь, все-таки этот разговор, это получится у нас вроде уже диалога. Пусть заочно, пусть прошло много лет, но я грозился, что когда-то подым архив. Мой архив бесценен. Мой архив бесценен. Когда-то, надеюсь, пройдет лет 50, а может 100. Но если в стране пройдет очередной ледниковый период, и если останутся какие-то обрывки знаний наших сегодняшних, мы не дали такого периода сами планету, должны уже уничтожить, по идее. Но вдруг не успеем. Вот тогда кто-то по каким-то обрывкам вернется к этой моей уже теории практики, которая продолжает практику Мичурина, но с какими-то уклонениями. Вот. И в том числе возврат культурности придется уже осознанно и быстрее это делать. Возврат культурности. Вот вспомните, первые две фотографии, да? Видели, какой размах? Я показывал, и мой друг Виноградов, показали вам первые две фотографии. Итак, к сожалению, абрикос надежда. Ну, в общем, королевские переименовали, украли фотографию. Вот. Естественно, у них нету ничего подобного. Это понятно. Для чего я показываю? В том, что вы купите обязательно. Снимай фотографию вот с этой. Ну, кто не купит вот у этого, как это называется? Garden House, что-то такое. В общем, это какой-то сайт, да. Вот. Захотите, найдете. Так вот. А, для чего найдете? Чтобы выписать фальшивые саженцы? Вот. Практически все. Это я уже после длительной разведки, проведенной мной моими друзьями. Везде, где фотографии поддельные, у этих питомников вообще нет маточного сада. Вот. Они, как волшебники, из рукава достают саженцы. Ну, точнее, из Сербии, Голландии, Польши. Много Польши попадает на Украину, потом в Россию. Вот. Вся Сибирь, вплоть до Дальнего Востока, от Урала, это все Средняя Азия. Ну, и сюда добрались даже молдаване. Работают ребята. Дурят, деньги зарабатывают. И вот я, около сотни питомников разоблачены нами. А так как почти все имеют эти фотографии, значит, почти все перекупщики. Я здесь выбрал только там, где я вот тут выбирал фотографии, что под музыку. Это, как бы, самое крупное, да? Видите? Вот сувенир Востока украденный. Вспоминайте, вы ее видели под музыку. Это моя рука. Вот видите, вот рубашка моя. Она до сих пор у меня цела. Хотя фотографии лет 10. Если не больше. Доказательства, рубашку предъявлю, да. Кстати, хотя подробно про каждый фильм снят, про все вот эти высветились. 2-3 убрали фотографии, остальные не думали убирать. Но никто не сказал, что железовик оклеветал, что это они. Да, они, они, они. Вот такого не было. Вот сколько денег изымает. Видели? Вот. Слива сувенир Востока. Тоже моя фотография. То есть я, это, не стал дальше. Я бы мог вам еще эту сотню предъявить. Но это есть в других фильмах. И единственное, мне очень неприятно говорить. Я не могу оставить тему Владимира Полянского. Потому что он все-таки обманывает. Я надеялся, что получить от него ответ. Я надеялся, что он эти самые рассчитаются с Бродским. Я высылал черенки уникальных сортов Бродскому. Бродского свои уникальные. И черенки были, и саженцы были, и косточки были, и семечки были. Вот. Все это друг аккуратненько перевез во Владивосток. Вот. И попробуйте к нему придраться. Кто он? Проходимец, вор, мошенник или честный человек? Он рядится по-честному. Смотрите. Написано. Саженцы плодовых культур от школы Бродского и Железова. Кто их не вырвет с руками? Смотрим ниже. Вот мой курсор. Смотрите. Вот моя Фаина. Моя фотография. Видели фотографию вот эту? Когда была музыка? Видели. Вот. А вот это мой Амур. Он тоже засветился десятки раз. Его добрый десяток питомников украл. Вот. Украл и Полянский. Теперь я уже не дождавшись от него ответа, не дождавшись, когда он... Я заступаю за друга, беспомощного, больного, которого постоянно нет денег на лекарства. Понимаете? Вы все... Это... Которого горечь на душе от того, что он обокраден. Вот. Ну, хотя бы вот... Вы знаете, есть еще у нас друг Латинков. Но это настоящий друг. Это он, продавая каждый саженец, вам, друзья, с каждого саженца по 50 рублей откладывал и высылал. Помогая мне и другим друзьям, помогая спасти от неминуемой смерти человека, которая грозила бесплатной операцией онкологической, а значит смерть. Понимаете? Вот. Отодвинули мы его, жив человек, но горечь осталась. Вот это вот обида. Почему один, продавая саженцы, выделял ему долю, а другой просто перевез весь сад туда, и все, мое, его, все лучшее. Вот. А почему я обвиняю в маршрутах? Почему? В двух случаях. Почему он не рассчитался с Юрием Васильевичем? Вот. Почему он не отдал его долю? Деньгами, как угодно. Вот. Ведь я ему высылал все это уникальное. И вот, допустим, этот саженцы, он же как? Понятно, что раз тут моя фотография, вот эта и вот эта моя. Наверное, еще есть, но так получается, что здесь больше не высветилось. Хотя бы эти две. Это говорит о том, что продавая фаину или амур, вот. Он, возможно, за эти годы успел размножить, но не получил свой урожай. Допустим, это же по-честному. Допустим, на эти саженцы, это как раз их, так сказать, пошло с первого дерева, к которому он привел эти черенки. То есть, потом с этих деревьев. Допустим, это правда амур. Допустим, это правда фаина. Извини, черенки я не тебе высылал, Володя. Вот. И цена им не 100 рублей, 120, как я продаю. Вот. Цена для постороннего, я бы тебе назначил, 1000 рублей, 1000 долларов. Почему? Потому что ты на подъеме, ты засветился на телевидении, как выдающийся кот, хотя ничего и не успел сделать в этой жизни. Только вот эти вот, что я верю, что вот эти фотографии в твоем саду сделаны, кроме моих двух. Ага, то есть, а такие же. Вот. Чужие. И получается, что. А 1000 рублей саженец стоит. Хорошо, если я тебе не фальшивый. Вот это вот, я вынужден. Извините, я порчу всем настроение. Люди ждут от меня чудес. А я им говорю, вот одно из чудес. Не верьте. Не верьте, не верьте. Назвать школу Бродского, Жильзо, может даже где-то преподавать, где-то преподносить наши знания. А потом выясняется, что фамилии Бродского, Жильзо, в теле, в этом самом, телепередачи нет. Приехал телевизор, снял, вот перед вами выдающийся садовод. Вот так вот. Все это я говорю, потому что, я надеюсь, что, как бы сказать, когда я разговариваю с человеком, который отчаян, отчаялся, вот, которого два раза подставили, где-то, ай, второй случай уже не буду говорить. Ладно, поняли, да, для чего вот эта фотография, вот это отступление. Но впереди самое интересное. Сейчас я еще пролисую, что-то тут у меня еще есть. Вот. Ага. Значит, к сожалению, вынужден сказать, что выпустил два тиража по 5000 рублей. Ростовское издательство сказало, делайте с этой книгой что хотите. Договор пятилетний истек на издание. Печатайте, где хотите. Ну, кто поможет? Кто поможет еще продолжать печатать? Ведь книги восхищаются. Вот. И книгу ищут. А я нет. Вот так вот. А издательство решило, что дальше им не выгодно. Так он мне и сказал, директор издательства. А вот это вот, моя личная книга. Она на диске. Я ее рассылаю по 300 рублей по цене бутылки водки. И за последние годы ее купило 2-3 человека. За последний год. Обидно, страшно. А вот дело в том, что это, вот эта, рукопись вот этой книги. Это ее рукопись. Ну, может быть, только что эта рукопись более бескомпромиссная. И немножко стиль другой. Потому что она редактировал ее сам великий Николай Иванович Курдюмов. А я, когда говорю великий, я себя тоже выдаю. Я друг великого Курдюма. Вот так вот. И говорю этого, не стесняюсь. То же самое. Надо бы напечатать. А еще две книги. Есть записки зачарованного сибирского садовода. Уже отредактировано. Надо бы напечатать. Помогите, кто сможет. Поделюсь гонораром. Вот. А еще есть книга «Постулаты». Это, ну, она более научная, что ли. Вот. Тоже там сотни фотографий доказательных, что есть, существует новая теория. Все, что вы видели под музыку, смотрели. Это то самое и есть. Ну, что, будем укреплять плоды. Но для этого мне нужно сейчас опять переключиться. И все-таки прослушать еще два отрывка. Я надеюсь, что вы не будете скучать. После того, когда вы увидели эти фотографии под музыку, вы поверите, что это все может быть у вас. Но эту тему надо продолжать и продолжать. Сейчас попробую включить.